О, привет, мои вкусные! А я сегодня к вам в горизонтальном формате. У нас завтра с мужем годовщина свадьбы, и я решила приготовить бенте-тортик. Маленькие, очень модные сейчас эти тортики. Я ранее их не готовила, нашла пару рецептов, они довольно несложные. Начнем, посмотрим, что у меня получится. Первым делом, естественно, я начала делать коржи. Ну, точнее, один корж, который я потом разделю на несколько частей. Для этого я взяла 3 яйца и 100 грамм сахара. Далее ингредиенты взбиваем очень хорошо, до белой пены, как это получилось у меня. Затем отмеряем 100 грамм муки и добавляем в нее чайную ложку разрыхлителя. К взбитым яйцам теперь двумя частями вводим муку и аккуратно перемешиваем. Пока искала разрыхлитель, увидела, что у меня есть кокосовая стружка, и тоже немножко решила ее добавить. Ага, а вот сейчас пришло время действительно вам показать, что это не газета, а пергамент. Очень многие в комментариях пишут то, что фу, посмотрите, она готовит на газете. Нет, это пергамент. Духовку, естественно, заранее ставим разогреваться. Она у меня тоже не вау, старенькая, и в ней часто все подгорает. Посмотрим, как получится в этот раз. Корж выпекала при 170 минут 20, и сначала я расстроилась. А пока остывает корж, давайте сделаем крем. И для этого всего понадобится 3 ингредиента. Творожный сыр, сливки и сахар. Точные граммовки я оставлю в комментариях, потому что крема мне не хватило, и пришлось сделать еще. А пока пойдемте посмотрим, что у нас там с коржом. Ну, смотрите, все даже очень хорошо. Я так переживала, когда разделяла коржи, вы себе не представляете. Затем я смешала воду и сгущенку для того, чтобы пропитать бисквит. Ну, собственно, все готово, дело за малым, собираем торт. Ура, мне наконец-то пригодился кондитерский мешок, который я купила уже года два назад. Делаем бортики и выкладываем начинку. У меня вишневый джем. Накрываем второй половинкой бисквита и далее смазываем все кремом. И вот тут я поняла, что мне его не хватает. Итак, рекламная пауза. Кондитеры, которые будут смотреть это видео, они просто разберут меня по частичкам. Но это видео я записываю не для того, как правильно делать, или какую-то видеоинструкцию. Видео мотивации, что если вы не умеете что-то делать, то нужно просто взять, попробовать, и у вас обязательно получится. А я с вами немножечко прощаюсь и уже покажу мой тортик задекорированный. А вообще, я буду очень рада обратной связи именно от профессионалов, потому что я готовлю первый раз, и 100% многое пошло не по плану. А вот финальный результат. Я с собой очень горжусь. Мне кажется, для первого раза прям вау. Конечно же, муж тоже оценил, и не только на вид, но и на вкус. Сейчас он его разрежет, и я покажу, что там внутри. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр!